Всем привет, друзья! Ну что ж, вот и получил номера на Opel Meriva Автомобильчик, который буквально недавно я пригнал из Европы Сегодня этот автомобильчик будет выставлен в Киеве на продажу Сейчас еще как бы вкратце покажу автомобиль Расскажу о нем немного, буквально вкратце Сделаем мини-обзорчик И скажу по какой цене будет продаваться данный автомобиль Кому интересно В общем, такой вот мини-вэн Достаточно компактный Потому что есть мини-вэны как бы большие Этот мини-вэн можно даже сказать какой-то компактный вэн Вот на литье То есть достаточно интересный То есть на первый взгляд дизайн как бы такой неординарный Но в связи с тем, что тут такой вот черный цвет Сзади тонировочка Очень красиво смотрится, мне нравится Дальше, значит это у нас Meriva пятого года 1.4 бензин Что хочу сказать 66 кВт именно в этом двигателе 1.4, потому что люди некоторые думают, что 1.4 не едет Хочу как бы сравнить вот этот 1.4 двигатель с 1.4 Volkswagen Гольфом, который я в прошлый раз пригонял И я вам хочу сказать, что если гольф 1.4 действительно как-то так чувствовалось Что он слабоват Ну, относительно все То как бы вот этот 1.4 на самом деле очень таки нормально едет по городу То есть на световую, ну очень резво Я не знаю в связи с тем Либо в связи с тем, что тут значит 14 такие маленькие колеса стоят И они быстрее как бы разгоняются Либо может еще как бы то, что у него вес достаточно Ну легенький, да, автомобиль, то есть небольшой Но разгоняется в городе, на светофорах стартует достаточно таки весело И в принципе, если на гольфе меня сразу как бы все пытались уже обогнать То на Meriva я как бы себя нормально чувствую там во втором, третьем ряду Никто меня как бы не подгоняет А вот и дальше по вместительности Потому что с виду автомобиль кажется достаточно компактным Это плюс на самом деле Потому что на нем удобно передвигаться по городу Удобно парковаться Но при этом, если с улицы кажется, что он какой-то маловат Я вам хочу сейчас покажу как бы Сколько тут места Столько ключик мы достанем Чтоб он не пищал Ну вот допустим водительское место То есть, да, где сижу я конкретно Вот Мне, честно, очень удобно ехать в этом автомобиле То есть из последних как бы Ну в этом бюджете, скажем Вот этот автомобиль будет на продаже в Киеве 5,5 тысяч долларов В этом бюджете Ну мне вот эта тачка очень понравилась И я всем рекомендую Кто хочет Кто ищет себе что-нибудь В таком бюджете, скажем, да Реально рекомендую вот эту Мирио Очень просторный Внутри автомобильщик Комфортный Удобно ехать Плюс у меня тут хорошая комплектация Ну как Я не знаю, может есть там поярче комплектации Но опять-таки Минималка То есть подогрев сидений Кондиционер Там Бортовик То есть Кнопочки на руле под магнитолу Магнитола именно тут Конкретно стоит уже более-менее нормальная Там с Bluetooth, с USB Как бы пробег тут 150 тысяч Ну Смотрите сами Соответствует, не соответствует Я просто насчет пробегов Ну короче Пробеги это отдельный разговор Скажем То есть тут 150 тысяч, друзья И дальше сейчас я просто покажу Сколько места находится За мной Ну вот смотрите, да То есть это я сейчас сяду сам За собой Кстати, чем прикольно Минивайна Нету вот этой перегородочки Вот, друзья Я сел как бы сам за собой Ну вы посмотрите Тут Чуть-чуть темновато Но, блин Место тут просто вагон И маленькая тележка Ещё ногу на ногу Наверное, можно закинуть Ну так Ногу на ногу, конечно, не Но Короче, нормально Тут можно развалиться Вот И за этим самым За пассажирским То есть тачка Несмотря на свои Как бы Габариты Вот Ну Такие Небольшие С виду На самом деле Очень вместительное То есть Мы ехали Там с Димой Да То есть Клиентом По Евротуру Парень там Побольше Меня намного И Дима Вот тут Как бы И я И мы ещё На одном подлокотнике Как бы Двумя руками Помещались То есть Нормально себя чувствовали Сейчас покажу Ещё багажник И вот Такой Вот Друзья Багажничек Смотрите Ну тут Реально Ну как бы Я же Варю И плюс Вот эти все Сидушки Задний ряд Он ездит И Вперёд Назад Плюс Складывается То есть Там Выравнивается Ну вот Такая Площадочка Как бы Можно сделать Ну большой Грубо говоря Багажник На Задний ряд И Ну вы поняли И плюс Багажник То есть Совместить Если надо Там что-нибудь Большое Может Какой-то Холодильник В принципе Такой Небольшой Может Даже И ляжет Сюда Поэтому Сравнивая Даже С той же Зафирой Допустим Ну я имею Именно Из старых Если брать Там 2003 Год Вот Такие Да То Я вам хочу Сказать Ну мне Лично Вот эта Мерива Больше Нравится При том Что она Ну может Где-то В одном Ане Ценовом Сегменте Буду Да Но Вот эта Мерива Уже Чуть Поновее Как бы Посвежая Все Вот это Выглядит Ну приятнее Действительно То есть Тут ржавчины Вообще Никакой Нету Ни снизу Ну нигде То есть Наверное Яму Заезжал Там Все Как бы Ну Чисто И Удобнее На самом деле Потому что Мне на Зафире Ну так Ну Великовата Она Ну как бы Не слишком Большая Но Вот это Как бы Мне Поприятнее Вот этот Автомобильчик Именно Для меня То есть Для моей Комплекции Мне Намеривее Удобнее И Подлокотник Тот же Как то Тут он Нормально Сделан То есть Его не надо Постоянно Откидывать Чтоб Ручник Затянуть Как бы Или там Передача Неудобно Переключать Тут Как бы Вот он Как лежит Я его Не трогаю То есть Нормально У меня Все Получается Поэтому Я Однозначно Рекомендую Сравнивая С тем же Гольфом Как бы Четвертым Да То есть Универсалом Потому что Я универсалы Тоже Люблю Ну Не знаю Опять таки То что Тут Как бы Чуть Посвежая Плюс Там Дополнительные Плюшки По типу Подогрев сидений Там Какие то Кнопочки На руле И плюс Чуть Свежая Два года Я бы Все таки Себе Взял бы Такую Мериву При том Что Если Гольф я Продал Допустим За 5000 Что Мерива Будет Там На старте 5500 То есть Я бы Лучше Вдоложил Взять себе Вот такую Мериву Ну А вы Уже Смотрите Сами Вот Такой Небольшой Обзорчик Автомобиля Кому Интересно Звоните Спрашивайте Кто Хочет Поехать В поездочку Скоро Поедем Вот Так Друзья На связи Будут Еще Автомобили На продаже В скором Времени Следите За Каналом Подписывайтесь Ставьте Пальцы Вверх С вами Андрей Джонов Киев Пока Друзья Увидимся